Минувшая неделя Минувшая неделя была очень насыщена на события, но начнем мы с событий государственного значения. Совсем недавно комитет по местному самоуправлению Госсобрания Курултая Республики Башкортостан рекомендовал региональному парламенту принять, согласовать закон депутатов Государственной Думы Клишиса и Крашенинникова об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти. Так называется закон. Ну, обычному обывателю, конечно, это ни о чем не говорит и никак его не пугает. Скорее всего, эта новость пройдет мимо ушей абсолютного большинства. И напрасно. Дело в том, что согласно этому закону, к 2028 году в России планируется упразднить все сельские советы сельских поселений и всех глав сельских поселений. То есть в Российской Федерации исчезнет огромный массив органов местного самоуправления, и все это передастся в ведение и во власть администрации районов и городов. Налицо упрощение управления страной. Любое упрощение, любая примитивизация ведет, конечно, к ухудшению качества. Собственно, это очень симптоматичная вещь. И я говорю не о том, что наши безвольные и, в общем-то, подчиненные депутаты Госсобрания никак не воспротивились этому закону. Я говорю о том, что в России, судя по всему, принято окончательное решение, что хватит уже играть в народовластие, выборы, демократию и прочую билиберду. Нужно упростить управление страной до каких-то совершенно примитивных механизмов. Мы стремительно движемся, действительно, к какой-то гибридной монархии и неофедализму. У нас укрупняются объекты управления. И, как известно, в таком случае при укрупнении объектов и субъектов управления, качество управления обязательно упадет. Ну, мы, естественно, это почувствуем на своей шкуре. Ну, в общем, вот наши региональные парламентарии, судя по всему, в ближайшее время одобрят закон Крашенинникова-Клишиса. И в ближайшие годы мы лишимся вот этих вот органов местного самоуправления в виде сельских советов и глав сельских поселений. В минувший понедельник завершился суд над застройщиком Миловского парка Дмитрием Комлевым. И его двумя подельниками суд первой инстанции принял неожиданно жесткие решения. Вынес приговор всем троим фигурантам дела. Комлев получил 10 лет колонии общего режима. Оба его подельника по 6 лет. Ну, собственно, никто не ожидал такого суда. Все боялись и беспокоились, что дадут условные сроки и вдруг вот такой вот, ну, в другую сторону крайность. 10 лет по 159 статье мошенничества. Напомню, что приговор на данный момент в законную силу не вступил. И у приговоренных есть некоторое время на обжалование приговора в следующей инстанции. Что, собственно, безусловно, случится. И теперь в связи с этим возникает ряд вопросов. Устоит ли решение о реальном сроке в следующих инстанциях? Есть предположение о том, что 10 лет, конечно, будет снижено лет до 5. Но самое главное, чтобы не получилось, как вот с этим вот Гайсой Янбаевым, по поводу которого меня заклевали, конечно, основательно. Да, я ошибся не только в его фамилии, этот бывший глава района, но и в параметрах его приговора. Гайсой Янбаев был осужден на 5 лет условно за мошенничество в сумме 26 миллионов рублей из бюджета. Так вот, возвращаясь к Омлеву, хотелось бы надеяться, что с ним не получится вот так же. Ну, хотя, конечно, в практике российских судов довольно редкий случай, когда 10 лет реального срока меняют на сколько-то лет условного. Ну, у нас чудеса в Башкирии, конечно, возможны. Еще один вопрос в связи с этим судебным решением – это так и нерешенная судьба знаменитого объекта – бухта Кила, куда, по мнению многих экспертов, перекочевала значительная часть похищенных денежных средств в Миловском парке. Этот объект оценивают от миллиарда до двух миллиардов стоимостью, и так не удалось его отнять у Комлева и его семьи. Дмитрий Комлев предпринял ряд действий, которые позволили ему увести эту собственность куда-то там подальше и аккуратно ее спрятать. То есть ни судебные приставы, ни следствия не смогли внятно доказать, что это его собственность, соответственно, обратить ее в массу имущества и денежных средств, которые были бы направлены на компенсацию деяний господина Комлева. И вот теперь бухта Кила подвисла в воздухе. Вопрос заключен в том, удастся ли вернуть ее для того, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный этой преступной группой, или все-таки эту бухту Кила потихонечку отожмут себе чиновники под шумок и под веселые восторженные крики дольщиков, довольных приговором суда. Ну и третий вопрос в связи с решением по суду, это вопрос такой философский. Будет ли горевать ради Хабиров о Дмитрии Комлеве так же отчаянно и отчетливо, как он горевал по мошеннику Янбаеву? Не знаю, хотелось бы верить, что нет. И вообще хотелось бы верить, что личные отношения с мошенниками у Хабирова ограничатся Янбаевым, потому что это становится совсем уже неприличным. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в крещенских купаниях в Республике Башкортостан, вот минувшие выходные, приняло участие 30 тысяч человек, 30 тысяч жителей Республики Башкортостан. Но это несколько меньше, чем количество подписчиков канала «Открытая политика», и мы не хотим останавливаться на достигнутом, так что призываем вас к тому, чтобы вы ставили лайки под нашим видео, чтобы вы обязательно подписывались на наш канал. Это безопасно и полезно, и вы не пропустите очередные выпуски. Становитесь нашими спонсорами, помогайте нам любым доступным образом. Мы безумно благодарны за любую помощь. Кроме всего прочего, обращаю ваше внимание, что в Телеграме появился и Телеграм-канал «Открытая политика». Это наш канал. Мы никогда не заводим никаких анонимных источников. И своеобразием этого Телеграм-канала является не только то, что там тоже публикуются видео с нашего канала, но там есть еще и аудиоверсия каждого выпуска, что удобно для тех, кто слушает наши выпуски за рулем. Не надо отвлекаться, смотреть. Можно смотреть на дорогу и слушать то, что мы здесь вам рассказываем. На прошедшей неделе еще один скандал случился в Уфимской мэрии. Ну, не может вот греков спокойно уйти. Я говорю о том, что стала известна информация о том, что не совсем достоверные были действия нашей мэрии в отношении тех скандальных строек, которые выносились на поверхность. Было заявлено, что мэрия героически препятствует всевозможным скандальным стройкам. Это не допустит, то не разрешит. Отозвало разрешение строить трест девелопмента на строительство дома по Армавирской 15А, не допустит строительство высотного дома на месте Акафе по проспекту рядом с госцирком. А нет. Выяснилось, что вот эта компания на Армавирской 15А, АСТ-девелопмент владеет на данный момент разрешением на строительство. И, как говорят местные жители строительства, продолжаются. А вот на месте Акафе планируется постройка 27-этажной свечки жилого дома. И сейчас там вовсю идут работы по проектированию и так далее. Более того, люди компетентные говорят, что владелец участка вправе там строить жилой дом. То есть вот эти красивые пиар-заявления мэрии Уфы оказались фейками. Это вызвало бурю негодования среди людей, которые заинтересованы в том или ином пространстве в городе. В частности, вот по поводу Акафе тут вообще вокруг проживающие люди в ярости. Потому что вот это вот все, да, вот этот парк, он много десятилетий вообще-то был образом городской рекреации, где люди отдыхают, гуляют и так далее. Сейчас там воткнут вот этот 27-этажный монстр, вокруг которого будет огромное количество автомобилей. Сами понимаете, 27 этажей умножайте на количество квартирные на каждом этаже. Плюс по две машины в каждую квартиру, дома, квартиры там будут очень дорогие, соответственно, люди будут жить небедные. Вот и все. Готовый человеник, который построят прямо в парке. Безобразие. Ну, тем не менее, мэрия Грекова это все дело допускает. Греков вяло попытался среагировать. Почему-то уволил Ратмира Муслимова, заместителя по строительству. Человек, который 7 лет проработал в мэрии, обладает значительно более такими основательными компетенциями, чем у самого господина Грекова, но вот Ратмил Муслимов попал под раздачу, значит, его зачем-то уволили. Греков кричал, что там кто-то не соблюдает интересы граждан, как будто сам он их ежеминутно соблюдает. В общем, конечно, уходящий Греков никакой доброй слова о себе, судя по всему, не оставит. Я ни за что не поверю, что он не знал о том, что вот так вот обстоят дела с Армавирской 15 и с вот этим бывшим Акафе. Вот ни за что не заставите меня поверить, что он не знал. Он делает вид, что не знал, а вот этот несчастный Муслимов вокруг всего этого виноват. Ну, посмотрим. Это, конечно, не делает чести господину Грекову. Надо уйти достойно и нужно как бы немножко соблюдать и чтить собственное мужское достоинство, но ведет он себя истерично и не как настоящий мужчина. Уже вокруг освободившегося кресла господина Муслимова забегала и шумно затопала ножками мадам Сараполова, ломанулась на эхо Москвы со своими тезисами. Было очень любопытно, кстати, ее послушать, потому что вот в этой своей передаче на эхо Москвы мадам Сараполова изложила нам новое видение, ее видение градостроительной политики. И вот теперь она изобрела новый термин, которым будет прикрывать ту самую точечную застройку. Мадам Сараполова сказала, что точечная застройка – это пугающий неправильный термин, его не нужно использовать. Нужно использовать, знаете, какой термин? Дословно – комплексное развитие застроенных территорий. То есть уже застроенную территорию еще комплексно доразовьет мадам Сараполова, навтыкает в каждый свободный пятачок города по 27-этажному зданию, получит то, что она должна получить, и отъедет в свою любимую Германию, о которой она поминает поминутно. Ну, вот такова примерно судьба нашего города, если вдруг на место Муслимова придет Сараполова или ей подобное. Ну, я очень надеюсь, что господин Мавлиев, который с максимальной вероятностью займет место Грекова в ближайшее время, не допустит госпожу Сараполову до права подписи, ну и тогда как бы на этом нам как-то будет немножко легче. Хотя, конечно, сам по себе приход Мавлиева в мэрию Уфы – это довольно тревожное явление, тревожное с точки зрения неопределенности. Не то, чтобы я был кардинально настроен против Ратмира Мавлиева, я пока даже просто не знаю, что это будет. Но, как всегда, тревожно. И уже совсем под конец недели произошло одно заметное событие, которое, собственно, очень даже ложится в канву предстоящих отставок. Я говорю о том, что Сергей Греков покинул пост руководителя городского исполкома партии «Единая Россия». Ну, очевидцы, как обычно, врут, что в момент отречения городначальника от руководящей партийной должности партии «Кормилицы» из офиса раздалось неоднозначное «догребись оно все конем». Я в это не верю, но очевидцы, как обычно, врут. Мы не знаем, станет ли эта отставка, ну вот уже буквальной предтечей отставки господина Грекова, но назначение на место руководителя партийной организации города Уфы Марата Васимова вполне себе, как бы, подтверждает эти наши все версии. Ну, отлучение от партии, это, как у нас уже положено, по классике, по советской классике, это уже, в общем-то, последний звонок. Пока в администрации города разыгрывают сюжеты античных греческих фарсов, сам город, его коммунальное хозяйство постепенно погружается в позднее Средневековье. Вопреки уверениям госпожи Головановой, которая давала эти уверения на оперативном совещании правительства, так вот, вопреки ее словам о том, что в ЖКХ Багдада все в порядке, на самом деле это не так. В 26 многоквартирных домах Уфы вот уже месяц нет горячей воды. Мадам Голованова, довожу до вашего сведения. 26 многоквартирных домов месяц нет горячего водоснабжения. Чтобы не быть голословным, я перечислю адреса этих домов. Дома по проспекту Октября. 131-1, 121, 89-1, 87-4, 168, 103, 125, 123. Это по проспекту Октября. Бульвар Славы. Дом номер 1, 14, 15, 11, 16 и 17. Улица Блюхера. Дом номер 48, 50, 38-1, 42, 46, 36-1, 15-1, 36, 10, 23-2, 26 домов, многоквартирных домов. Уж сколько там живет людей, это посчитать сложно, но речь идет о тысячах людей, которые терпят вот это вот унижение уже на протяжении месяца. Причина того, что в этих домах нет горячей воды, вовсе не в том, что лопнула труба или случилась какая-то авария. Причина здесь в раздолбайстве. Управляющие компании, УЖХ районов и города, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и жильцы не смогли договориться о том, каким образом будет учитываться и оплачиваться горячее водоснабжение в этих домах. Где-то не поставлены на учет, не пущены приборы, узлы учета, где-то еще какие-то проблемы. Но это все говорит о неготовности, неподготовленности вот этих 26 многоквартирных домов к зимнему периоду времени года. Вот то, о чем рапортовали, что все готово, все прекрасно и так далее. Вообще-то горячая вода и летом подается в жилые помещения. Ну, в общем, вот такая история. Жители в ярости уже готовы выйти на какую-то акцию протеста, просто им пока, ну, как бы не приходит в голову, что им делать. Они ходят, обсуждают, уже выходят во дворы, шумят и ругаются. Ну, собственно, они близки к какому-то организованному протесту. После того, как мадам Прочаковская и ее ЦУР окончательно обрубили последние нити взаимодействия между населением республики и Радием Хабировым, собственно, ограничив любимого руководителя от населения и здравого смысла, граждане вынуждены каким-то образом контактировать со своим руководителем региона через определенных посредников и даже поблагодарить господина Хабирова. У них не представляются возможности лично, приходится задействовать неких посредников. Вот, например, за транспортную реформу пассажиры 74 маршрута автобуса в Уфе, маршрут, который исполняет БАШ Автотранс. Вот эти пассажиры передали свои благодарности за транспортную реформу в Уфе, ну и, естественно, через водителя вот этого 74 автобуса. Вот послушайте, как они благодарят Хабирова и что они ему передают. Увы, текст содержал некоторое количество ненормативной лексики, которую пришлось запикать. Открой, тупой! Там много народа. Люди же после работы живут, да? Там боже, да, 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 боже. Открой здесь, пройдем, мы заплатим же. Тут дедушка стоит, не пройдет он, открой, эй! Тварь, тварь! Я не хочу, ну, открой. Тварь, я ему п***ать. Че, п***, да п***ом что ли? Блять, от п***ного надо, с***, блять. Там невозможно пройти, посмотри, мужчина. Ой, п***, ты не пройдешь. Я не могу плотить, смотрите. Остановка мне, что, пешком уйти. Вы773 Уб동ный зеркнив Выismus Существует Собственно, к мнению пассажиров 74 автобуса города Уфы присоединяются и пассажиры 226 маршрута Уфе и многих-многих других маршрутов, они едины в своем мнении и примерно в тех же выражениях благодаря дорогого Радио Фаридовича за уже свершившуюся транспортную реформу. Ну и как положено, анекдот недели. Анекдот на этой неделе будет длинным. Похоже, Ростислав Мурзагулов не выдержал медийного забвения, вот этого невнимания, падения количества лайков в Инстаграме и прочих ужасов публичной личности. Ну, для начала он решил как бы попроситься обратно во власть. Ну, вот это, собственно, и есть сам анекдот. Но как это все обстояло, недолго подумав, видимо, Ростислав пришел к выводу, что чем сильнее он будет ругать Навального, тем крепче прижмет его нынешняя власть к своей теплой груди и, как бы, видимо, там, сытнее будет ему жить. Или в чем там причина, я не знаю. Ну, в общем, Мурзагулов принялся поливать грязью. Господин Навального, так как его бывшие коллеги, в общем-то, не тяготеют к тому, чтобы допускать его до медийных ресурсов и где-то, чтобы он вылез, все, что оставалось Мурзагулову, это вылезти на площадке сайта «Эхо Москвы» в Уфе. Собственно, Эхо любезно зачем-то предоставило ему эту возможность. Ну, впрочем, фантазия подвела в этот раз пуха, и он как-то очень скучно обижал Навального. Обижал он его одним и тем же словом, которое повторил восемь раз. Получилось, ну, прямо скажем так, себе и слабенько. Начальство никак не оценило, к груди не прижало, а вот ярость и негодование адептов Навального Мурзагулов себе обеспечил. Видимо, Ростислав недоучел того, что на сайте вообще в сфере «Эхо Москвы», конечно, преобладают люди прогрессивных взглядов, в том числе есть масса поклонников господина Навального, и тут он как раз на них и нарвался. Ну, в общем, конечно, это было ожидаемо, честно говоря, то, что он попытается в четвертый раз войти в одну и ту же реку, но хочется уберечь все-таки Ростислава Равкадыча от гнева разъяренных навальнистов, и так и хочется ему сказать, что бери уже Ростислав Ульянку, кидай ее поперек седла своего ослика, и мчитесь вы уже в свой Ишимбай-Картатай, если уж Дубайщина и Барселонщина вас не принимают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин